Привет! Ну что, ты готов смотреть? У нас новый выпуск на канале и мы рассказываем сегодня о путешествиях. Мы расскажем про две компании, которые являются лидерами в своем рынке. Первая компания, это компания TripAdream, это бывалый путешественник Андрей, который расскажет о себе, о личности, о его бизнесе. И вторая компания, это компания Aeroprag, которая производит маленькие самолеты, является третьей в мире. Третьей компанией в мире, которая находится в Киеве. И самое главное, друзья, я расскажу вам о возможности, как вы сможете выиграть ужин с Оскаром Хартманом и 6 октября встретиться с ним лично. Поэтому, приятного просмотра! В Европе наши самолеты продаются от 50 000 евро. В таком виде самолет готовится к отправке в любую точку мира. Если сейчас есть, не знаю, тренд на шорты, а ты эти шорты, я тоже в шортах, начнешь продавать зимой, то они нафиг никому не нужны. Понимаешь? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Расскажите немножко больше о вашей компании. Вот, если вкратце, пояснить, что за компания, сколько лет на рынке, чем занимается? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Моя компания была основана в 1991 году. Мною и моим сегодняшним партнером Олегом Литовченко. Перед этим мы работали как любительский клуб при АНТК имени Антонова. С 85-го года делали самолеты по вечерам, летали. В 1991 году решили стать предприятием. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА То есть мы уже 27 лет работаем как предприятие. Первые продажи начались в 1993 году. Это был продан самолет в Венгрию. С тех пор сделано больше тысячи самолетов. Сейчас темп производства у нас 8 самолетов в месяц. Самолеты продаются по всему нашему миру. Только один континент у нас не охвачен, это Антарктида. Сколько стран мира покупают ваши самолеты? Больше 40 стран мира покупают наши самолеты. И какая стоимость самолета получается у вас? В Европе наши самолеты продаются от 50 тысяч евро. В Украине покупают самолеты эти? Да, покупают, но немного. Если в процентном соотношении сколько вас покупают в Украине, сколько за рубежом? 2-3 процента. То есть у вас в основном все за рубеж? Да, да, да. Привет. Я Андрей. Вы на моем канале, а я настоящий. А что сегодня есть в цифрах TripAndream? Сегодня в цифрах TripAndream я могу говорить о трафике, который приходит на сайт. Это где-то 1 600 000 посещений сайта в месяц. Это 1 000 000 уникальных путешественников в месяц, которые приходят, чтобы читать наши медиа, находить авиабилеты, задавать вопросы. Мы им помогаем путешествовать. Ежедневно у нас более 30 000 поисков авиабилетов. Более. Мы интегрировали все авиакомпании, всех основных онлайн-продавцов напрямую лоукост авиакомпании. Мы не зарабатываем на лоукост авиакомпаниях. Мы капитализируем эту историю. И сейчас пришли к тому, что думаем о том, чтобы прийти на какие-то другие рынки, но немножко с другим решением. А что больше приносит дохода TripMyDream? Мне? Да. Моя блогерская история за 10 месяцев принесла бартерам, билетами, деньгами более 100 000 долларов. А сколько потратил на все это? Ты посчитал уже? Я боюсь считать. Не боюсь, ты знаешь, есть вещи, которые я скажу честно. Я считаю, я знаю и могу сказать, что мы потратили немного меньше. Когда ты предприниматель, что такое предприниматель? Это человек, который готов делать все. Угу. Если мне, я веду свой бизнес, мне нужно разобраться, как растет эта трава, блин, я сяду и разберусь, как растет эта трава. Потому что мне это надо. Если мне надо разобраться, как работает YouTube, я разбираюсь, как работает YouTube. Если мне надо стать пиарщиком, заниматься своим личным брендом, я им занимаюсь. Когда я занимаюсь пиаром, я во всем вижу инфоповод. Мы с одного языка PHP переходим на hacklang. Угу. Я вижу инфоповод моему партнеру написать об этом статью. Не знаю, мы где-то налажали либо выпустили продукт, я вижу инфоповод выпустить статью. Точно так же с YouTube, если что-то происходит, я вижу, как можно на этом заработать либо сделать и как на это посмотреть. Вот в этом, наверное, есть определенное предпринимательство. То есть ты на все смотришь. Какую эта ценность может принести тебе, принести команде и как долго эта ценность может к тебе приходить. Я знаю, какая кнопка, у меня с какого трафика, как Converted. Угу. Я знаю, сколько у меня вчера было органического трафика и знаю, какая у меня конверсия по каждому каналу, по всей воронке, по всем воронкам. Ну, поверь, знание всех воронок, всех нажатий кнопок, всех конверсий и всех костов, и РУАСов, и ЛТВ не помогает тебе вот так вот раз и масштабировать бизнес. Угу. Не приносит тебе это вот так вот раз и до херища прибыли в секунду. А как сейчас продаете свой продукт? То есть у вас конкуренция, кто ваши вообще конкуренты главные? Где они находятся и как вы с ними боретесь? Ну, я обычно говорю, что у нас нет конкурентов вокруг нас, а наш конкурент находится внутри нас, это наша лень и там нежелание меняться. На самом деле мы не боремся, просто если мы нормально работаем, то значит у нас нормально покупаются самолеты. Вот и все. И не нужно кому-то вредить. Ну, все, все правильно, все правильно. Мы сейчас очень вероятно на третьем месте находимся в мире по выпуску самолетов в нашем классе. Это по количеству или по количеству самолетов? По количеству. В прошлом году мы выпустили 91 самолеты, это был хороший рост по сравнению с позапрошим годом, 78 самолетов. В этом году мы сможем выпустить 96 самолетов, максимум. Потому что уже просто мы не вмещаемся. Нужно расширяться? Да, нужно расширение. Мы планируем это делать на территории нашего аэродрома. А как сегодня продаете самолеты свои? Какие источники? Где люди о вас узнают? Откуда приходят? Ну, все на самом деле естественным путем. То есть мы долгое время зарабатывали имя наше. Ну, прежде всего, участвуя в соревнованиях. Спортсмены, а это лучшие пилоты обычных стран, где летают такие самолеты. Они видели наши самолеты, как они летают. Там очень объективный контроль характеристик. Допустим, техническая задача дает совсем одинаковое количество топлива. Кто дальше пролетит, тот победит. Или кто дольше пролетает на нем, тот победитель. И, видя результаты, они могут оценить пилоты возможности самолета. Вот. И репутация наша начала расти. Наше имя начало расти. И она стала привлекать имя дилеров. То есть к нам обращается кто-то. Дело в том, что искать дилера и кому-то предлагать быть дилером, по нашему мнению, неверная полиция. Как правильно? Как по вашему мнению? Они должны все-таки. То есть кто-то должен созреть и прийти нам с предложением быть дилером. Мы можем говорить, что мы рентабельны. Вот. И что наша рентабельность порядка десяти процентов. Десяти? Да. Ну, если честно, ты бизнес. Давай называй то, что приносит тебе с одной стороны доход, а с другой стороны требует дофига твоих ресурсов. Так вот, доход мне, наверное, приносит TreatMyDream. Но в то же время он съедает кучу ресурсов. В TreatMyDream есть два направления бизнеса. Первый бизнес, который B2B-шный бизнес, который работает в Европе. Мы делаем свое IT-решение, которое продаем нашим партнерам в Британии, Италии, Испании, Франции. Продаем уже не первый год. Это такой софт тревельный. И там мы зарабатываем деньги. Вот. Но при этом украинская часть бизнеса, B2C-часть бизнеса, который мы делаем в Украине, сервис выгодных путешествий, это поиск авиабилетов, всякие статьи, медиа-история. Эта вся история требует очень много ресурсов. Угу. Я даже сегодня с утра ехал и говорю, жене, слушай. Мне кажется, мы в свое время выбрали не тот рынок для B2C-бизнеса. Потому что как бы я ни старался, как бы я ни старался быть, не знаю, блогером, продвигать, тратить деньги, находить людей, которые реально мотивированы делать и достигать результата, от того, что мы много делаем, у населения Украины денег не добавляется. Соответственно, они больше тратить не могут. То есть ты разочарован, что в Украине не делаешь? Я не разочарован. Я знаю, что придет время, мы догоним. Близлежащие страны намного лет впереди. Угу. По многим направлениям. Просто я могу себе максимум, то, что есть сейчас у меня в Украине, ты, смотри, в Украине могу максимум умножить, это максимум на 5. Это очень максимум. В лучшем случае через год я умножу себя на 3. Какие цели у тебя в бизнесе? Да мне... Что ты хочешь делать? Сколько зарабатывать? Какие-то бизнесы, возможно, строить новые? Или к чему-то прийти? Смотри, если честно, глобально я считаю так, что лучше без целей. Глобально. Да. Для того, чтобы тебе было каждый день комфортно, реально комфортно, лучше без целей. Потому что цели – это очень часто ожидания. Там, где есть ожидания, у тебя приходят по-любому разочарования. Ты начинаешь ждать, а почему не так? Я же старался, не получилось. К примеру, ты хочешь с 35 стать. Да. Вот. Это ты живешь завтрашним днем. Вот эти цели, в нормальной философии предпринимателя, обычной, классической, это цели, которые заставляют тебя жить завтрашним днем, не проживая сегодняшний день. Я так жил очень много. Ты сейчас знаешь, что сделал? Ты сейчас забрал работу половины бизнес-тренеров. Да. Ну, это правда… Я не знаю, бизнес-тренеров, кстати, может быть. Вот. Но реально, когда ты ставишь вот эти вот цели и живешь завтрашним днем, ты не живешь сегодняшним. Вот я сегодня получаю удовольствие от того, что мы с тобой снимаем интервью. Я получу удовольствие, буду играть в теннис. У меня 100 500 задач, у меня 50 человек в списке, которыми нужно встретиться, которыми я не встречаюсь уже месяц, которыми я пообещал повстречаться. У меня нет времени. У меня таких задач море. Но если я буду жить только целями, то я буду упускать связь с настоящим моментом. Упуская связь с настоящим моментом, ты упускаешь связь со всей жизнью. А если прийти реально к бизнесу, то скажу следующее. В TripMyDream мы планируем поквартально. Да. Мы работаем по такой методике. Методикой, наверное, можно назвать OKR, Objective Care Results. Там, где ты всей командой ставишь одну, две глобальные цели. На квартала тут. На квартала. Например, из точки А попасть в точку Б, доплыть до Стамбула. А потом каждый понимает, как он поможет добраться до этой цели. В идеале тем, кто смотрит, совет. Если ты хочешь построить ракету, начни строить скейт, который ты дашь своей аудитории, чтобы она на этом скейте проехала и сказала. Класс, не, говно, делай заново. Если ты сделал нормальный скейт, оттестировал, делай самокат. Ты уже едешь на самокате. Нормально с самокатом делай велосипед. Потом делаешь мопед, мотоцикл, легковушку, грузовик, вертолет, самолет. Возможно, у тебя будет ракета. И потом ракета. Большинство людей старается сделать сразу ракету. И я до сих пор пытаюсь сразу сделать ракету. Если ты работаешь сразу с ракетой, ты теряешь время. Есть такое понятие, как time to market, либо fit to market и time to market. Ты должен подходить с одной стороны рынку, но ты должен рынку подходить вовремя, когда рынок этого хочет. Потому что если сейчас есть, не знаю, тренд на шорты, а ты эти шорты, я тоже в шортах, начнешь продавать зимой, то они нафиг никому не нужны. Понимаешь? Давай про сегодня, что для тебя счастье. Слушай, Артем, блин, это вопрос ничего. Про свое счастье. Вот чего ты кайфуешь? Мое счастье, это вот как раз ничего. Мне ничего не надо для счастья, потому что у меня для счастья есть все. Знаешь, что такое понятие бесконечности? Там, где нет начала и нет конца. Точно так же, когда есть ничего и ты понимаешь, что ты ничто, точно так же ты понимаешь, что ты есть все. Так вот, мне для счастья ничего не надо, точно так же, как и для успеха. Потому что для счастья, для успеха, для жизни у меня всегда есть все. Потому что я живу сейчас, и у меня есть все. Идеально. Посмотри, вокруг, это все мое. Что здесь не мое? Что? Все мое. Крутая философия. Реально, что мне надо? У меня все есть. Еще у тебя был вопрос по целям. Да. Я безумно хочу открыть в Киеве классный веганский ресторан с органической кухней. Супер. Есть рестораны, которые я знаю, как скопировать. Я даже знаю меню, которое я заберу. Там так вкусно, просто капец. Я хочу, чтобы была здоровая еда. Не знаешь, не как у нас там, с чего угодно. Здоровая еда, сделать ресторан как для себя. Чистый веганский. Ну, еще будет вино. Мне жена сказала, должно быть вино, Андрей. Люди любят вино. Ладно, я не бухаю 6 лет, но пусть будет вино. Я понимаю, что мне в этой истории нужен партнер. Нужен партнер, потому что я не понимаю ничего в ресторанном бизнесе. Деньги нужны, конечно же, и управление нужно. Сколько ресторан будет стоить тебе открыть? Мне сказали люди, что это тысяча долларов на один квадратный метр стоит. Тебе будет ремонт и оборудование. А все остальное – это уже только ты будешь всем этим заниматься. Друзья, помните, в предыдущем выпуске мы говорили о проекте, который мы запускаем в рамках нашего канала. Так вот, я хотел бы немножко приоткрыть, что это будет, в каком это будет виде и, самое главное, для чего это вам. Краткая предыстория. Каждый раз, когда люди приходят на конференцию к нам или на какой-то тренинг, на какой-то бизнес-семинар, они возвращаются, воодушевлены, они хотят работать, что-то делать, но у них не получается. Им не хватает наставника, им не хватает ментора, возможно, им не хватает знаний, им не хватает финансов, инвестиций. Но, возможно, у вас очень крутая идея, но вы не сможете никогда сделать бизнес без этих четырех вещей. Так вот, мы решили взяться за это дело и помочь каждому из вас дать вам шанс запустить собственный бизнес или же, возможно, масштабировать тот проект, который у вас есть сегодня. Друзья, сейчас мы упорно работаем над этим проектом для того, чтобы каждый из вас имел возможность в нем поучаствовать и, самое главное, имел шанс построить действительно большой бизнес. Поэтому нам очень важно услышать от вас, чего же вам сегодня не хватает для построения действительно масштабного и поистине крутого бизнеса. Напишите прямо сейчас в комментариях, чего вам недостаточно, возможно, денег, возможно, опыта, возможно, знаний. В общем, напишите в комментариях, чего вам на самом деле не хватает, а мы погнали дальше. Вот здесь уже видно что-то происходит. Да, это процесс сборки узеляжа А22, более старая модель, проверенная временем, которую очень любят заказывать по всему миру. Больше 25 лет данной модели выпущено. Практически больше 900 самолетов. А вот он так, знаешь, выглядит как-то просто, вроде так, реально в эпицентре купить материалы и собрать самолет, нет? Нет, конечно, в эпицентре такой самолет не соберется. Это американский металл используется, алюминий, алюминиевый сплав. Поэтому, да, такая интересная штука. Покупаются материалы в Америке, собираются в Украине и продаются в Америку. Отличительной особенностью еще является то, что клиенты имеют широкий спектр выбора параметров. То есть самолет красный или зеленый, или с фиолетовыми законцовками, с таким типом колес или с другим. То есть много комбинаций. Короче, покрасить можно как угодно. Просто можно приборного оборудования заказать на ту же сумму, что и сам самолет стоит. Ну, то есть все на предпочтение клиента. И каждый самолет является уникальным. Вот именно из-за этого выбора разнообразия. В таком виде самолет готовится к отправке в любую точку мира. Будь то Австралия или соседний город. Короче, я вдохновился. Надо зарабатывать на самолет и летать вперед. Тем более, достаточно получить пилотское свидетельство и быть членом клуба и летать на правах члена клуба. Не обязательно быть владельцем самолета. Вы больше техник-инструктор или все-таки больше бизнесмен? Как вы себя оцениваете? Ну, у нас разделение с моим партнером, с Олегом, функции с самого начала. То есть я, будучи руководителем любительского клуба до 91-го года, я увидел в этом человеке именно задатки хорошего руководителя и бизнесмена. А, как скажем, бульдожья хватка, а это очень важно. В бизнесе 100%, без этого точно нет. Поэтому в 91-м году я ему предложил, когда мы создавали компанию, что он будет выполнять функции директора, а я буду выполнять функции главного конструктора. И мои функции в настоящее время, собственно, с начала основания компании, это создание конструкции и испытание самолета. Олег тоже пилот. Его обязанность в большей части это финансы, работа с дилерами и производство. Получается, один человек отвечает, условно говоря, за продукт, второй отвечает за бизнес-процесс, чтобы этот продукт продавался и вы были рентабельны. И каждый по-своему, получается, получает какое-то удовольствие от того, чем занимается. Вновь и свою плату, и мы успешно движемся вперед. Бизнес зависит от двух человек. От меня и от моего партнера. И на мне завязано продвижение, на мне завязано email-маркетинг, social media-маркетинг, на мне завязаны все бизнес-переговоры, на мне завязаны продукты, конверсии. Очень многое. Плюс YouTube. Это вообще моя история вся. И я хочу найти человека, который бы за меня начал многое все рулить, но я являюсь заложником еще с той стороны, что я не могу взять кого-то, кто разбирается хуже, чем я. Я когда-то работал в компании TNK BP, это заправки TNK BP, у меня был руководитель из Америки Ник Угаров. Ему лет 60, наверное, было, когда он руководил. Я отвечал за розничный маркетинг во всем TNK BP. И знаешь, чем он меня полезно научил? Я прихожу, я ему рассказываю, а он мне потом... Да, Андрей, делайте вот так вот. То, что я ему рассказываю. Говорю, Ник, слушайте, в чем суть? Говорит, ты знаешь, Андрей, у меня есть правила по жизни. Я никогда не беру себе в команду людей, которые разбираются хуже, чем я. Они должны разбираться лучше, чем я. Поэтому мне очень сложно найти того, кто разбирается лучше, чем я. А если я знаю лучше, то ты становишься заложником, что ты знаешь лучше. Ты будешь все время говорить, надо так, надо вот так. И человек не раскрывается, и ты его подавляешь. Каждого, кто со мной трудится, каждого рассматриваю как партнера. Буквально каждого. И каждому я изначально выдаю максимальный кредит доверия. Максимальный, да? Я беру человека, и у меня нет испытательного срока. Я ему сразу доверяю. Говорит, ты делай все, что хочешь. Но потом это как поворонки кредит доверия может уменьшаться. Потому что человек не понимает, что ему дали возможность сделать все и проявлять себя. И тогда в какой-то момент мы, возможно, расстаемся. Но многие хотят, чтобы, наверное, ими рулили и говорили, что делать и как делать. А ты хочешь, чтобы они сами делали? Конечно. Я хочу, чтобы каждый был предприниматель. Если это PPC, то это предприниматель. У меня в PPC все в порядке. У меня есть зоны. На самом деле у меня большая часть, 99% всей моей команды в TripMyDream сейчас это люди, которые четко отвечают за то, что они делают. Они знают, что вот это их часть. Они за нее отвечают, и я спокоен. Я вообще считаю, что молодые люди, которые приходят к тебе типа а-ля работать, они должны тебе сами платить. Потому что изначально первые полгода-год ты их учишь. Ты инвестируешь в себя. Сколько стоит у тебя посетить бизнес-концентрат? Дорого. Ну, денег стоит. А посетить такой бизнес-концентрат, посещать каждый день. Я, по сути, бесплатно, ежедневно прокачиваю своих сотрудников. Ежедневно. Прокачиваю личному бренду, продвижению, бизнесу, переговорам. Всем скиллам, которые у них должны быть, как у предпринимателей. Вот самолет. Он почти готов уже к взлету. Осталось чуть-чуть подсобрать, поставить хорошую музыку, чтобы было весело идти в самолете. И буквально через несколько секунд мы на нем полетим. Сейчас там вот расчерчена полоса поперед полоса. Вот мы с них взлетали. Мне надо попасть между первой и второй полосой. Это пять метров. Какой-то, как бы, взортирный. Цель. Поэтому, как бы, держите камеру, вы такая жесткая посетка. Пишу на камеру, чтобы люди видели и понимали, что мы садимся с выключенным двигателем. Нормально. Есть. Короче, ребят, только что вылез с этого самолётика. Что могу сказать? В принципе, не стремно. Ну, когда мы говорим, сейчас попробуем сесть без двигателя. Я говорю, это как? Он говорит, да, мы сейчас просто двигатель заглушим и будем садиться. Ну, ты реально охереваешь. Потому что этот аппарат начинает ветром вот так вот носить. Я говорю, это нормально. Это всё нормально. Мы сейчас боком зайдём просто. Если ты будешь, по сути, настоящим, таким, как ты есть, люди сами подтягиваются. И люди это чувствуют, когда ты искренний, когда ты неискренний. Да. И у меня хэштег даже есть в Инстаграме. А я настоящий. Понимаешь, когда ты становишься кем-то, ты становишься заложником этого кем-то. Аудитория формирует из тебя бренд. Если аудитория из тебя формирует кого-то, и ты начинаешь с ними играть на этой территории, ты, возможно, становишься заложником этого имиджа, и тогда ты становишься полностью заложником вот этой всей истории и этой аудитории. Это очень сложно. Это не настоящая штука. Тебе нужно быть кем-то. А когда ты такой, какой ты есть, не знаю, улыбаешься, смеешься, но ты настоящий, то тебе всегда комфортно. Семья. Что для тебя семья? Расскажи. Слушай, семья – это, наверное, самое ценное, что у меня есть. Вот. Семья – это… У меня нет друзей. У меня друзья… Вообще нету? Нет. У меня были друзья, с которыми я бухал. Это были… Ну, вот, грубо говоря. Сейчас не пью 6 лет. Которые у меня гулял, бухал. Это были собутыльники. У меня есть друзья, но я вижу с ними там 2 раза в год. Мы не играем в футбол, мы не играем в теннис. У меня друзья – это те, с кем я что-то творю, создаю. Это мой Тригмадрим, это мой Виасад. И это моя семья. Все. Мои самые главные друзья – это мои близкие. Для меня большой удача есть, если я пришел в 9 вечера домой, сел, поел простую гречку, кто-нибудь из детей сидит рядом – я просто счастлив. Вот просто счастлив. Но я при этом, блин, очень много работаю. А как супруга у тебя реагирует на постоянную занятость в работу? Ты знаешь, здесь дверяка. С одной стороны, я выгребаю ежедневно. Ну, как и все, наверное. Да, слушай, у меня, понимаешь, мне не могло быть девушки, жены, простушки, легкое, чтобы нам было все легко и гладко. Я бы, наверное, такой бы никогда не женился. У меня была такая жена, которая бы все время меня держала вот так. Чтобы я был все время на грани. Но она меня держала за мои большие, стальные, какие стальные? Золотые, платиновые яйца. Ровно так, жестко держала. Она меня взяла за них и держала. И она держит. И я, наверное, этому рад. Но, с одной стороны, это напрягает иногда, потому что, блин, ты же вроде для зимы стараешься. Ты же говоришь, ты же хочешь ребенка в американскую школу, которая стоит 1500 долларов в месяц? Мы сегодня посчитали. Мы ребенка собираемся перейти в школу американскую. 1500 долларов в месяц, 18 тысяч долларов в год. Знаешь, я там учиться 10-10 лет. 18 тысяч долларов в образовании. Это одна девочка? Да, а мне две. Прикинь? Х2 сразу. Да. Я говорю, вы хотите это? Ты хочешь куклу лол каждый день? Вы хотите отдыхать там-то, там-то? Ну, как мне? Нет. С другой стороны, я понимаю, что это не оправдание, что я работаю для вас. Потому что ты приносишь нам деньги и есть, а ты есть с нами. Поэтому, да, время от времени. Сейчас мы летим в Турцию отдыхать на 9 дней. И я пообещал, что не беру с собой камеру. Я ничего не снимаю. Фостер впервые. И я возьму с собой ноутбук, но я буду минимально с ним. Сейчас вы третий в мире по объемам. Вас предлагали, были предложения купить вашу компанию? Ну, было одно предложение, так скажем, от внутреннего товарища. Но оно такое вялое было, не хотели бы вы подумать, такое дело. Просто-напросто. У нас настолько уникальный бизнес, и он держится именно на личности. Что все понимают, что это чемодан без ручки. И его можно купить, но очень тяжело будет нести. Есть сумма, за которую продали бы компанию? Да нет суммы. Ну, просто не хотим. То есть, хотите все-таки заниматься постоянно этим? Да, да. Я понимаю, что я без партнеров ничего не сделаю. Мне нужен партнер на Trip на Dream путешествия. Мне нужен партнер на Trip на Dream турагентства. Мне нужен партнер на ресторан. Мне нужен партнер на оффлайновое, не знаю, на построение туров. И намного на кредитную карту. И намного всего, где я могу прокачивать с собой. Тем же добавлять в свои социальные сети YouTube, деньги, экспертизу, команду. Но в то же время мне нужен такой же партнер, который готов этим жить. Есть и есть такие ребята, которые готовы открыть. Но только не знаю, я там пеку пирожки, давай с тобой сделаем. У меня просто очень много приходит людей, которые... Я люблю путешествовать. Да пусть прямо в комментариях напишут, почему я должен быть твоим партнером. Да. Пусть даже вопрос. Почему вы должны быть партнером Андрея в его бизнесе? Да, но я, блин, даже готов в кого-то, а, проинвестировать, возможно, если что-то интересное. Но лучше, если мы вместе инвестируем. Потому что нет бизнеса, если ты себя не проинвестировал. Я продал квартиру, когда я делал TripMyDream. Мой-то партнер Тарас ушел с работы, он работал у меня, мы платили ему много. Я знаю, сколько он получал. Он проинвестировал, он года два не покупал новые джинсы. Поэтому, если ты хочешь нормальный бизнес, ты должен проинвестировать. Время, деньги, свои ресурсы, но ты должен отдаться. Если ты не инвестируешь, ничего не будет. Так же ребята, которые смотрят, если вы хотите быть в партнерстве, со мной, с собой даже, проинвестируйте. Если вы не инвестируете, ничего не получится вообще. Нет такого. Раз, я сходил на тренинг и все, я теперь богатый. Надо работать. Не обязательно работать много. Короче, отвечаю на вопрос. Почему вы должны быть партнером Андрея в его бизнесе? В любом новом. В любом новом бизнесе. Если ты вкладываешь себя, то у тебя всегда все получится. Не бывает плохо. Знаешь, что этот подход – бери и делай. Я сейчас тебе рассказывал, что ты бери и делай. У тебя есть два варианта. Либо ты сделаешь, либо ты не сделаешь. Если ты сделал, то у тебя есть тоже два варианта. Либо ты получаешь крутой результат, либо ты получаешь крутой опыт. И то, и то двигает тебя дальше, ты что-то знаешь. Если ты не сделал ничего, ты не получаешь ничего. Поэтому если ты сделал, тебе кажется, ты ошибся, ты проиграл, ты не проиграл. Ты научился, идешь дальше. Если ты заработал денег, либо заработал компетенцию – все, ты заработал что-то. Когда ты делаешь, ты что-то зарабатываешь. Надо не сидеть, а брать и делать. Короче, я прям сегодня получил счастье, удовольствие. Мега-мега приятный разговор получился у нас. Еще, наверное, будет разговор. Тебе огромное спасибо, что в выходной день, в воскресенье, ты себя выделил на часа, наверное, 3 из семьи и поделился своим опытом, знаниями и, самое главное, своим счастьем. Спасибо большое. Ну что, наш выпуск подошел к концу, а теперь долгожданный конкурс и условия, как вы сможете выиграть ужин с Оскаром Хартманом. Первое, вам нужно поставить лайк под этим видео. Второе, вам нужно подписаться на этот канал и быть подписанным в любом случае. И третье, самое главное, напишите в комментариях, давайте сделаем по-другому. Представьте, что у вас есть ровно 5 минут для общения с Оскаром 1 на 1 и подумайте над тем, какой вопрос вы задали бы ему прямо сейчас. Чем больше комментариев вы пишете, чем больше вопросов вы задаете, тем больше шансов у вас выиграть данный ужин. А через 2 недели, ровно через 2 недели мы разыграем данный ужин рандомно и кто-то из вас пойдет на ужин 6 октября с Оскаром Хартманом. Поэтому, друзья, лайк, подписка, комментарий и до встречи через неделю. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok